Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию, тех самых, что президент анонсировал на прошлой неделе во время послания к Федеральному Собранию. Согласно базе данных Нижней Палаты, существенные изменения планируется внести в 14 статье основного закона страны. Так, судя по поправкам, кандидат президента должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства. Один и тот же человек сможет занимать пост президента два срока. В новой формулировке исключается слово «подряд», по поводу которого на прошлой неделе возникали вопросы. Также проект поправок предусматривает право Госдумы назначать премьера и других членов Кабмина. Кроме того, прописанная функция Госсовета – это будет конституционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики. Президент будет формировать Госсовет, его статус будет определяться федеральным законом. Президентский законопроект о поправках Конституции предусматривает общероссийское голосование, но не прописывает его детали. Подробнее о внесенных поправках рассуждает политолог Георгий Бовт, с ним беседовала Татьяна Калинина. На фоне всем известного послания Федерального собрания, есть ли в опубликованном пакете по правил Конституции что-то новое? Ну там внесено уточнение относительно вот этого иностранного подданства и вида нажительства, который не может иметь президент. Там сказано, что он и не должен был иметь их раньше, и в том числе не только вид нажительства, но и иной документ. Это в принципе может быть долгосрочная виза, например учебная виза, по которой можно проживать постоянно в том или ином государстве. Ну вот например, если бы сейчас Владимир Путин баллотировался бы на основании этой поправки в президенты, то его бы нельзя было избрать, потому что он работал в иностранном государстве, Германской демократической республики, и постоянно там проживал. Наверное у него был там вид нажительства. Сергей Иванов вот не мог бы быть тоже президентом России, потому что он работал за границей в Швеции, по-моему. В то же время исправлена очень некая досадная оплошность, которая может быть ее и не было. Значит в принципе граждане государств, которые присоединены к Российской Федерации, они не считаются имевшими иностранное гражданство, они имеют такие же права, как и все остальные граждане России. Ну например, вот если ЛНР и ДНР не присоединят к российскому государству, то предоставленное гражданство этим жителям самопроглашенных республик, оно будет лишать их права стать президентами России, например. Вот Поклонская может быть, например, а какой-нибудь Пушилин не может быть. Надо сказать, что вот и президент в этом плане он стоит особняком, потому что в отношении всех других высших должностных лиц, а также сенаторов и думцев, нет такой оговорки, что они не могли иметь раньше вид на жительство или иной документ с правом постоянного проживания. То есть они просто не должны его иметь на момент избрания. То же самое касается глав субъектов Федерации. А что касается назначения министров Госдумы, ну опять же, это будут президентские кандидатуры, это также в России новый пакет поправок, будут ли здесь какие-то потрясения, учитывая, что кандидатура будет, в том числе премьера, предлагать президент, а парламент должен давать добро. Будут ли случаи противостояния вдруг между главой государства и парламентариями? Вот пока все нынешние руководители на местах, я думаю, никакого противостояния не будет. А вот как это будет работать без них, уже совершенно непонятно. То сейчас можно легко представить, что, например, вот Дума, представляя своих там министров, или премьер, представляя министров, они перед этим сходили посоветоваться в администрацию президента. Там им дали список, они с этим списком, особенно не афишируя его, пришли в Думу и сказали, что они предлагают от себя вот таких-то людей. В принципе, такой порядок существует и сейчас. И как он поменяется по сути, не очень понятно. Он фактически утверждается тем самым. А как в будущем это будет работать, это непонятно. Это зависит от того, какие отношения будут между премьером и президентом, и, например, председателем госсовета. Ну, надо думать, что у них будут неплохие отношения. Что касается функций госсовета, которые также прописали в президентских поправках Конституции, это будет кондиционный орган, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики. Президент его будет формировать. В чем будут заключаться его функции? Не будут ли они пересекаться с Советом безопасности? А вот это большая загадка. Поскольку ни функции Совета безопасности подробно не прописаны, ни способ формирования его подробно не прописан. Никто в него входит по должности. Никак он вообще создается, например, на выборной или только на назначаемой основе, например. Интересно, зампред Совбеза Медведева войдет ли он в госсовет? Или ему достаточно будет одного поставить? Там сказано, что статус госсовета определяется федеральным законом, и все. Ну вот, будем сдать федерального закона, и тогда все произойдет. Потому что сейчас это такой большой, видимо, жирный кот в мешке. Ну да, много еще неизвестно, в частности, по поводу общероссийского голосования. Оно должно быть после утверждения поправок к федеральным собраниям. Но когда это произойдет? С общероссийским голосованием как раз все понятно. То есть сначала принимают, потом люди обсуждают? Судя по темпам, которые взяты, наши с вами предположения, сделанные 15 января, о том, что голосование лучше проводить весной, услышано. Оно пройдет, вот, я на 99% теперь уверен, что оно пройдет весной. Ну, лучше, конечно, стоять... Были сообщения, что до 1 мая проведут его, да. На параде юбилейном, конечно, стоять уже с принятыми поправками. И, конечно же, очевидно уже стало, что тоже, что подозревали, что все эти поправки будут приняты одним пакетом. То есть это единый закон на 30 страницах, и он будет вынесен на голосование. И по поводу него можно будет сказать только да или нет. Значит, и там в одном пакете и индексация пенсий, и госсовет там же, который будет там прописан в федеральном законе. Все эти поправки, они одним пунктом вносятся на голосование. Георгий Буфт, в свою очередь член рабочей комиссии по подготовке поправок к Конституции, которые должны определить формацию народного голосования, написали открытое письмо. В нем сказано, что госсовет пусть и получит самостоятельное значение, но не должен повторять роль Совета Федерации. Госдума рассмотрит документ в первом чтении. Сегодня в четверг, 23 января, сообщил первый спикер Госдумы Иван Мельников.